всех приветствую с вами интернет-магазин antelive.com.ua меня зовут александр не так давно снимал обзор на смартфон защищенный land rover a8 обещал что буду делать обзоры на другие защищенные смартфоны вот он перед вами это land rover a9 это улучшенная модель улучшенная в разных аспектах технические характеристики несколько изменился внешний вид дизайн модели ну собственно давайте рассматривать все по порядку вот в такой вот коробка он поставляется вот land rover a9 давайте смотреть что в комплекте комплект стандартный здесь инструкция и мэй талон отвертка от г разъем зарядка гарнитура и usb кабель сам смартфон у нас имеет увеличенный дисплей по сравнению с land rover a8 здесь у нас 4 и 3 дюйма и также основное отличие в его внешнем виде это то что у land rover a9 у него сенсорные кнопки у land rover a8 у него механические три кнопочки были а так по внешнему виду у нас спереди дисплей 4 и 3 дюйма разрешение 960 на 540 здесь gorilla glass 3 здесь и ps матрица и воздушная прослойка если честно не могу сказать точно вроде бы как нет ее здесь то есть экран максимально поднят вверх есть фронтальная камера на 2 мегапикселя есть разговорный динамик микрофоны снизу 4 сенсорных кнопки это меню домой назад и найти поиск типа в интернете датчики приближения датчики освещения с этой грани вы не смотрите на то что вот так вот немножко выпукло выглядит крышка она не до конца закрыты эти болтики очень долго раскручивать с этой грани у нас кнопка включения выключения кнопка reset она немножко по-другому выглядит у а 8 она вот в такого вида то есть прямоугольником сверху у нас есть разъем под наушники и micro usb на резинке все закрывается от воды качелька громкости реализована здесь двумя кнопками вверх вниз и кнопка фотографирования снизу нет ничего сзади смартфон имеет громкий динамик имеет 8 мегапиксельную камеру имеет хорошую вспышку ну и собственно крышку под которой у нас находится аккумулятор и sim card смартфон имеет уровень защиты ip68 это значит что смартфон защищен от воды более до двух метров до часа времени может находиться от пыли от мелких частиц каких-либо выдерживать перепады температур выдерживает кислоты и тому подобное то есть эта модель максимально предназначена для активного образа жизни раскрутил я болтики эти под крышкой у нас аккумулятор аккумулятор на 3000 миллиампер часов он довольно таки толстый и довольно таки тяжелый под аккумулятором есть два больших стандартных слота под симки 200 стандартных больших sim карты влазят сюда и слот под micro sd карточку у меня стоит на 16 гигабайт он с ней отлично работает аккумулятор я одеваю так здесь он клацает ну и крышку лучше закрывать даже даже если просто вот не особо пользоваться даже если для обзора потому что аккумулятор выпадает если эту крышку не закрутить хотя бы на два болта по поводу кнопок кнопки как и у ландровера а 8 они очень жесткие очень твердые и бывает так что их довольно таки сложно нажимать пользоваться вот этой вот кнопкой выполнения фото тоже довольно таки тяжело потому что они очень упругие нужно прилагать особое усилие чтобы их нажимать рассмотрим технические характеристики эта модель прыгнула далеко вперед по сравнению с ландровером а восьмым и собственно из этого и строится ее цена цена этого этой модели он дровер а 8 плюс это у нас модификация такая приблизительно 250 долларов в украине здесь четырехъядерный процессор mtk 6589 он турбированный набирает эта модель в антуту тестере вот такое вот число 17000 92 и давайте по техническим характеристикам здесь 422 android mtk 6589 его частота 1 и 5 гигагерц power в rsgx 544 mp графический ускоритель 960 на 540 разрешение экрана в 8 мегапиксельная задняя камера здесь гигабайт оперативной памяти здесь 16 встроенной памяти и поддерживает карты памяти кстати с картами памяти скажу сразу работает отлично то есть он может он не путается там сразу же если я поставил карту памяти что он скидывает только на карту он может и так и так как ему задач так он и будет работать прошивка в этом плане хорошо оптимизирована 2 мегапиксельная фронтальная камера это тоже правда качество соответствует мультитач в этом смартфоне лучше чем у а восьмого благодаря этому можно спокойно играть в современные стрелялки там были некие проблемы с этим то есть там мультитач он не отрабатывал так как нужно здесь пять точек касаний ну и датчики смотрите эта модель опять же гораздо лучше в этом плане здесь есть nfc здесь есть поддержка от тг разъемов здесь есть гироскопы здесь есть такая же хорошая вспышка датчики приближения датчики давления датчик освещения скорее всего в этой модели нету а нет хотя есть да есть датчик освещения ну и само собой датчик приближения приближение тоже есть и прошивка здесь 422 android полноценный русский язык продемонстрирую вам версию номер сборки чтобы вы могли посмотреть в настройках все более чем стандартно есть опять же функция сос с которой мы можем задать список номеров сообщение и нажать кнопку старт и он рассылает по необходимым номерам допустим если вы где-то какой-то случилась катастрофа у вас так как это походный смартфон чтобы сразу к дали ваши близкие родные где вы и что вам нужна помощь экран в этом смартфоне лучше тоже он 4 3 дюйма здесь матрица IPS углы обзора хорошие здесь 960 на 540 разрешение яркость вот такой вот минимальный уровень он достаточно он значительнее ярче чем у land rover а 8 ну и давайте продемонстрирую вам некоторые фотографии как отображает цвета этот смартфон кстати углы обзора вот смотрите вот такие вот углы обзора по диагонали то есть экран действительно значительно лучше он значительно ярче а поэтому смотреть на него приятнее теперь хочу затронуть вопрос по производительности здесь также улучшенный процессор на land rover а 8 существенно включили игры я даже не пытался запускать там такие игры как asphalt 8 и подобное потому что там всего лишь было 512 мегабайт оперативной памяти даже epic citadel не запускался здесь же один гиг здесь 960 на 540 разрешения то есть это такое игровое разрешение чтобы процессор было легко воспроизводить практически любую графику ну и mtk 6589 турбированный вот поэтому готов я про вам продемонстрировать игрушки как они воспроизводятся а они в По игрушкам могу сделать вывод, что смартфон вполне играбельный То есть за счет, ну, такого, откровенно говоря, низкого разрешения для игрового смартфона Для топовых каких-то моделей, там, восьмиядерных Поэтому играть можно в любые игры практически Звучание мне понравилось во всех отношениях, как всегда, как и Land Rover 8 Смартфон, блин, очень громкий, орет, как сумасшедший Готов вам это продемонстрировать Вот этот вот динамик, он очень-очень-очень громкий Также разговорный динамик, микрофоны, все отлично Ну и звучание в наушниках тоже все хорошо Вспышка, как всегда, как и в той модели, как у Land Rover A8 Тоже на уровне Вспышка действительно тоже крутая, очень мощная Если сделать вот так, то светит, будь здоров GPS Также рабочий, спутники ловят лучше, чем у Land Rover A8 Быстрее, мощнее сигнал, поэтому все в этом плане отлично Про аккумулятор Про аккумулятор стоит уделить большего внимания Здесь он на 3000 мАч, этот аккумулятор Точно так же, как и у Land Rover A8 Однако, за счет того, что больше экран, больше разрешения, мощнее процессор, больше оперативной памяти Здесь аккумулятор работает значительно слабее Какие результаты у меня получились? Сразу же покажу вам физические тесты, а потом Antutu тестер объясню почему Во-первых, режим в режиме игры с 100% до 4% показал он у меня 3 часа 53 минуты В принципе, довольно достойный результат Но я обращаю ваше внимание на диаграмму разряда Он доходит до 14% и потом еще очень продолжительное время он на одном уровне не снижается И только после этого начинает снижение аккумулятора Вот такая вот особенность Именно поэтому Antutu тестер, который показал у меня всего лишь 46, 59 Это немножко не соответствует тому, что может на самом деле эта модель Потому что он тестирует разряд аккумулятора со 100% приблизительно до 20, до 19, до 17 То есть он не опускается до того уровня, до 14% С которых этот смартфон еще может проработать час, например В не очень активном режиме или в активном полчаса в игре, например Это довольно-таки существенно Ну и в режиме воспроизведения видео, фильма Вот со 100% до 4, 6 часов, 9 минут тоже достойный вполне результат У Land Rover A8 была некая противоположность этой ситуации То есть там аккумулятор тоже работает шикарно Но при достижении 15% это значит, что смартфон вот-вот уже разрядится То есть там идет обрыв, он равномерно разряжается, но потом в конце очень быстро начинает разряжаться Я считаю, что такой вариант лучше То есть когда у вас смартфон доходит до 14%, вы просто знаете, что он еще сможет довольно-таки долго проработать И это хорошо, что это не конец, что вы там не сможете Там проходите еще полдня и все, и он у вас сдохнет Вы знаете, что еще, в принципе, если не особо ним пользоваться, то на 14% можно и сутки еще проходить Поэтому по поводу аккумулятора здесь все хорошо В достойные 3000 мАч справляются со своим железом, то которое разработчик ему делил для работы Камера здесь тоже меня порадовала Есть автофокус, есть хорошая вспышка Снимает камера в 8 мегапикселей при стандарте 4 к 3 Если стандартный весь экран, то это 6 мегапикселей Видеозапись, я был тоже удивлен, что с таким железом смартфон может записывать хорошее качественное видео в формате Full HD Ну и фото, вот это фото в кромежной темноте Не с большого расстояния В принципе, нормальное качество фотографии получается Макросъемка делается тоже хорошей Но нужно выдерживать расстояние минимальное То есть сантиметров 5 нужно отводить Ну и вот сдалека фотки, я эти фотки тоже вам разогружу Качество достойное, видео тоже покажу отдельным видео В общем-то, вот такой вот получился у нас смартфон Все я рассказал, какие недостатки у этого смартфона Не могу сказать, все здесь выполнено на достойном уровне Ну и как обычно я могу себе позволить Позволю некоторое такое рассуждение Вот что я держал из этих моделей Пока приближу вам, чтобы вы могли насладиться качеством выполнения этого смартфона Покручу в руках, ну и буду разговаривать Я держал Lenovo, точнее Land Rover A8, Land Rover A9 Других моделей из защищенных смартфонов в руках я не держал Поэтому сравнивать пока что мне очень тяжело Но мы будем развивать эту категорию товара у нас на сайте Потому что товар очень интересен Не обращайте внимания на вот это Вот крышка не закрыта до конца Она очень плотно прилегает И никаких люфтов в помине здесь не будет Так вот, для чего покупаются такие смартфоны По моему мнению, по моему личному мнению Такие смартфоны можно покупать для охоты, для рыбалки Для каких-то активных занятий спортом или прочее То есть, чтобы мы могли не бояться, что у нас смартфон выпадет Мы там щуку какую-то выловим, что у нас смартфон выпадет из кармана В воду, в реку, в озеро И все, и будет хана этому смартфону Вот, именно для этих целей Чтобы смартфон мог упасть, например, в грязь Чтобы мы его потом промыли водой И он у нас был как новенький Поэтому я считаю, что технические характеристики Там крутой процессор для возможных игр Какая-то там суперкрутая камера Какой-то там огромный объем оперативной памяти Я считаю, что это не особо нужно Как по мне, для таких целей Чтобы вот он был защищенным Оптимальная модель является Land Rover A8 Но, к моему большому удивлению Берут лучше, покупают лучше именно Land Rover A9 Хоть он стоит более чем на тысячу дороже Вот это, если честно, для меня не особо понятно Могу сказать, что по качеству защиты Вот, по вот этим всем материалам исполнения корпуса Эти смартфоны полностью идентичны Я не буду и не показывал Когда я тестил Land Rover A8 Когда я тестил вот эту вот модель Я не показывал, как я их там роняю Что я их там топлю, в воду окунаю Поверьте мне, в воду окунает Проходит вообще без проблем Все работает, в интернете много роликов подобного содержания Ну, ронять, естественно, я его не буду кидать Потому что он-то выживет Но какие-то царапины, какие-то сколы Все равно на корпусе могут остаться А мне еще этот телефон по-хорошему продавать Естественно, вы это все понимаете Поэтому вот будем мы заказывать Еще модели такие есть, как Jeep P6, Hammer H5 Это более дешевые смартфоны Они тоже защищенные Мне интересно посмотреть на качество исполнения Именно вот проверить их функцию Как защищенного смартфона Те модели, они такого же уровня, как Land Rover A8 То есть там 512 мегабайт оперативки Довольно-таки слабенький экран То есть они в той весовой категории Не как Land Rover A9 Вообще Land Rover A9 Это считается модель, которая занимает Входит в топ-30 смартфонов защищенных по всему миру За 2013-2014 год Насколько мне известно Есть различные смартфоны защищенного класса Цена которых превышает 1000 долларов То есть представляете, какая стоимость На выходе для конечного потребителя Будет у этого смартфона Вот такое мое размышление Если вы не согласны со мной Без проблем Покупайте Land Rover A9 Модель достойная, хорошая Land Rover A8 Тоже очень хорошая модель Напоминаю отличия Отличия основные Это то, что внешний вид Здесь полностью сенсорное стекло Там три механических кнопки Здесь вот эта вот кнопочка Немножко отличается Но выполняет она одну и ту же функцию Размер дисплея 4.3 против 4-дюймового У Land Rover A8 Ну и собственно все По железу естественно Эта модель более напичкана Различными датчиками Есть NFC Есть 4-х ядерный процессор Гигабайт оперативки Там NFC нету 2-х ядерный процессор Более слабенький Более бюджетный Ну и 512 мегабайт оперативки На этом все Спасибо за внимание Кому было интересно Оставайтесь со мной Будем заказывать мы еще Защитные смартфоны Защищенные от воды От пыли Мне это направление Очень интересно И как я понял Нашим клиентам тоже Спасибо за внимание Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok